Я с самого начала играл в шашки и потом узнал в такую игру, что есть шахматы и потом заинтересовался им. История юного шахматиста Ромы Грицука началась так же, как и у многих ребят его группы. Детское любопытство и увлеченность познанием всего нового и неизведанного привели мальчика на занятия в клуб «Черная пешка». Не по годам взрослый Рома уже делает первые успехи. Он неоднократный победитель многочисленных шахматных соревнований и на достигнутом останавливаться не собирается. Я выучил рокировку. Рокировка мне пока что больше всего нравится. Что я выучил ход, что пешкой надо всегда открывать королем и можно две фигуры вывести. Ну, хочу самым лучшим стать по шахматам. Как показывают многочисленные исследования, дети, увлекающиеся шахматами, более серьезные, собранные, ответственные. Благодаря игре у них развивается усидчивость, терпение, формируется логика и пространственное мышление. Нужно смотреть по ребенку. Допустим, если у меня есть детки от 4 лет, но у нас работает психолог, с группами от 3 лет ходят у нас. Конечно же, с такими юными шахматистами педагоги работают в формате игры. Так дети лучше усваивают информацию. Кроме того, уже в ближайшее время хорошим помощником для наставников «Черной пешки» станет новый робот. Изящная Анастасия, а именно такое имя дали разработчики электронному гроссмейстеру, может сыграть партию другую и показать, как разнообразны варианты ходов. Мы попали на практику на Савушкин, ну и там вот нам предложили, а Савушкин спонсор, и они предложили нам, что можно заниматься вот таким проектом. Нам сразу эта идея понравилась, и мы начали заниматься. Ну, конечно, по итогу довольны, столько занимались, вот видим результат. Первый раз свое изобретение Артема и его команда представили на международном шахматном фестивале «Черная пешка». Оно вызвало восторг у публики. Еще бы, ведь робот не просто обозначает ходы. Анастасия сама и шахмат на доску устанавливает, и передвинет свои фигуры. Интересно, что вот для захвата вот эти черные ладони, как бы, мы печатали сами на 3D-принтере. Была проблема в том, что у шахматных фигур диаметры оснований разные, и нужно было одним грипером как-то брать все разные фигуры. Несмотря на свой юный возраст, у Анастасии уже довольно большой опыт в шахматах. На счету более полутысячи партий и обыграть пока интеллектуала робота удавалось немногим. Во-первых, потому что из 8-10 секунд, которые даются на ход, на выбор стратегии робот Анастасия тратит только одну. Сегодня это чисто белорусский IT-проект находится в УЗИ на дополнительном тестировании. Совсем скоро он займет свое место в клубе «Черная пешка». К сожалению, обыграть свою тезку мне так и не удалось. Электронная Анастасия умеет профессионально и шах, и мат поставить. Кстати, разработчики обещают подарить ей голос и функцию распознавания.